Человек, Муравей и Оса вернул Пола Радо и Евангелин Лили в роли меняющего размер супергеройского дуэта. Мы снова увидели знакомых персонажей, их семьи, коллекцию новых злодеев и больше маленьких зданий и огромных конфетниц, чем можно было засчитать. Этот достойный экшен заполняет белые пятна между Противостоянием и Войной Бесконечности. Скотта Лэнга сажают под домашний арест и он вынужден остаться в стороне от остальных приключений Мстителей. Фильм напичкан деталями и сложно уследить за всеми. Но нам есть что поисследовать и мы, конечно же, не можем не упомянуть о каноничном камео. С небольшими спойлерами мы откроем вам все секреты Человека-Муравья и Осы. Традиционный Стэн Ли Ну ладно, это не такая уж и мелкая деталь, но не сказать о ней было бы кощунством. Стэн Ли, один из создателей Человека-Муравья и главный конструктор всей комиксной вселенной Марвел, пытается сесть в машину во время погони во второй половине фильма. А она у него на глазах уменьшается до размера ключей. В апреле 2018-го сообщалось, что Стэн Ли уже снял несколько камео за один день. Не из-за проблем со здоровьем, а потому что не хотел летать по разным съёмочным площадкам. В том же сообщении говорилось, что он успел снять камео для Мстителей 4. Надеемся, что на ближайшие лет 10 они снять успеют. Юные Мстители Даже если вы не знакомы со Скоттом Лэнгом в комиксах, вы наверняка думали о том, что его дочь однажды сама станет супергероем. Она неоднократно говорит о том, что хочет помогать папе. – Ты мой лучший друг! – Резетта. – Он так умный! – Я его люблю! В комиксах она довольно умный ребёнок и проводит какое-то время на 4 Freedoms Plaza вместе с Фантастической четвёркой. Она окружена супергероями и в ней растёт жажда приключений. В итоге она присоединяется к юным Мстителям. Пока что её желание помочь отцу можно расценить как детскую несерьёзную мечту, однако они наверняка будут биться бок о бок однажды. К тому же она примет участие в Мстителях 4, но уже в качестве 16-летнего, готового к бою подростка. Джимми и Яйцеголовый Появление Джимми Ву в Человеке, Муравье и Осе сложно назвать пасхалкой. Это просто дань уважения старым комиксам. Изначально он появился в 56-ом в роли правительственного агента, примерно как и в фильме. Десятками лет он кочевал из одного секретного агентства в другое, но надо заметить, что он довольно хороший агент. К тому же это позитивное исключение из негативных стереотипов про азиатов, которые процветали в 60-е годы. Копнём поглубже и скажем про Элиаса Стара. На большом экране он играет отца призрака, но в комиксах у него другая история. Впервые Стар появился в 62-ом в Tales to Astonish номер 38 в качестве суперзлодея. Первым его противником стал Человек-муравей, и его главной задачей было обернуть Муравьёв против героя. Но это же Человек-муравей, и Муравьи его любят, так что план суперученого злодея провалился. Причём, согласно комиксам, Стар помогал Даррену Кроссу построить костюм Шершня. В киновселенной Стар тоже может оказаться недобрым персонажем. Коллеги по юмору Наверное, самой незаметной отсылкой всей киновселенной является камео комика Тима Гейдекера в роли капитана катера Дэниела Гуублера с тремя буквами У в фамилии. Гейдекер является соведущим шоу On Cinema at the Cinema вместе с Грегом Теркингтоном. В этом шоу они обсуждают разные фильмы и соперничают за камео в фильмах Марвел. Вы помните Теркингтона в качестве менеджера Баскин Робинс в Первом Человеке-муравье? За другое камео Тим якобы даже заплатил 15 тысяч баксов. Это было в перезапуске Фантастической четвёрки, где он играл бесполезного отца Ричарда. На данный момент это лучшая камео Тима на прогулочном катере. А о чём это говорит? О том, что Пол Ратт общается с забавными людьми. – Я даю ему 5 баксов попкорна, и, может быть, ДВД «Ант-Мэн», в котором я соблюсь какие-то средства. Известные фильмы Очевидно, что Человек-муравей – не первый фильм, в котором раскрыта идея непривычных размеров. Фильм Они, 1954-го года, рассказывает о радиоактивных гигантских муравьях. В Человеке-муравье и осей есть на это две отсылки. Скотт Хоуп и Кэсси смотрят этот фильм в конце на ноутбуке, уменьшив всех троих в машине до размеров муравьёв. Плюс ко всему, когда Билла Фостера окружают гигантские муравьи Пима в лаборатории, он кричит – это они! Но если вы хорошо знакомы с фильмами 70-х, то узнаете фильм «Зверинец» в телевизоре в самом начале. К тому же из всего фильма был взят диалог, в котором герои обсуждают идею целой вселенной, заключённой ватами на кончике ногтя пальца. По сути, это краткое объяснение квантовой реальности, которую придумали в странной комедии, как оказалось. Важные кадры Самые внимательные зрители увидели силуэт Дженет Вен Дайн ещё в первом Человеке-муравье, когда Скотт погружался в квантовый мир. Он был лишь на паре кадров. Само собой, это можно было разглядеть только медленно листая дома кадр за кадром после выхода фильма в цифре. Но мы знали, что она там. В этот раз глава студии Кевин Файги подтвердил, что мы должны будем дождаться цифровой версии фильма, чтобы рассмотреть кадры, в которых есть намёки на дальнейшее развитие киновселенной, которые режиссёр Пейтон Ридт спрятал в разных уровнях реальности. Мы знаем, что Доктор Стрэндж быстренько заглянул в квантовый мир, когда путешествовал по мультивселенной. А намёк на временные воронки и теория про путешествие во времени в Мстителях 4 могут открыть невиданные грани. С таким большим потенциалом пространства-времени возможно всё. Но мы не увидим этих намёков, пока не сможем листать фильм по кадру. Однако одно мы знаем точно – киновселенная не будет полной без Модока. – Я Модок! – Я интерфейс ультиматом в человеческом-машине. – Я создавал только для конкурса! Давайте, Марвел, порадуйте нас! Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал и посмотрите ещё видео, которые, мы уверены, вам понравятся!